Тема часа. Роль и значение логистики в контейнерных перевозках. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, поговорим сегодня о логистических решениях. В первую очередь, хочется понять, в каких направлениях сегодня Европак осуществляет свои перевозки? Ну, основной, конечно, наш потребитель — это Китай, также Израиль, Турция. Вот у нас были отгрузки в Африку, есть отгрузки в Европу. Не в таком объеме, конечно, как пока ПНР, но все равно они растут. И потребитель за счет как раз контейнеризации интересуется, куда еще можно отправить небольшие партии, чтобы потом доходить уже до таких контейнерных поездов. Плюс сейчас активно развиваются погранпереходы в Китай. То есть за Байкальск у нас уже восемь поездов запущены, это в ход морскому пути. Ага. Хорошо. Вот вы назвали Израиль, даже страны Африки, Европы. Давайте поговорим про африканский континент. Очень интересно, во-первых, куда, на что там спрос, и как, очень интересно, понять модель вот этих переговоров, когда вы клиенту из Африки предлагаете некий перевозок. Нет, здесь немножко, наверное, не так. Я вас перебью. У нас же все равно есть договор купли-продажи у нашего клиента с его конечным потребителем в Китае. Здесь уже играет либо производитель, либо трейдер, либо тот, кто действительно обыграл в тендере, он к нам обращается как к экспедитору, который поможет организовать. Мы, конечно, можем связать. Мы знаем всех основных производителей в Российской Федерации, мы знаем всех основных покупателей в Китае, уже там выходим на рынок Индии, немножечко мы начинаем ориентироваться в какие-то такие крупных игроков, которые покупают. И здесь у нас есть перекрестные запросы. Китая надо купить, мы понимаем, у кого он может. Мы их сводим и говорим, наш только перевозка. Ага, ну вот она за перевозку. А с кем тяжелее или проще работать? Логистика здесь как бы насколько это такой мягкий режим управлять возможностями для партнера? То есть вот он говорит, я хочу из Новосибирска, да, там что-то перевезти. Наверное, сложнее работать тот, кто отправляет первый свой контейнер, потому что у него очень много рисков, очень много страхов, ты его действительно идешь с ним вместе. А кто отправляет уже свой тысячный, там условно разговор такой, вот вам счет все оплачен и груз получен. Из новичков, за последние, давайте, два года, кто у вас появился, кого вы очень ждали, привлекли и куда он поехал? Я хочу все-таки понять, когда мы говорим о логистике, всякий раз ты думаешь, вот есть железная дорога, ну, в 80% случаев параллельно будет автодорога. Да, и всякий раз мы говорим об этой конкуренции между ЖД-транспортом, автомобильным транспортом, плюс еще дипси, например. И вроде бы с точки зрения обывателя кажутся, ну, что может быть, как можно менять эту логистику, какие могут быть выгоды. Вот есть он маршрут с точки А в точку Б, вот либо так везешь, либо так, все, других вариантов нет. А вы говорите о том, что есть как бы некие возможности, да, он может выигрывать там в цене, во времени. Но в логистике всегда ты должен смотреть условно несколько параметров. Это транзитное время, потому что кому-то быстрее надо, ему не важно на цену, кому-то нужна цена. И здесь ты варьируешь. Ну, про качество мы не говорим, потому что в целом это такая величина, которая всегда должна присутствовать. Из любой точки нашей России ты можешь вывезти груз несколькими, как минимум, портан Санкт-Петербург, Дальний Восток, Новороссийск. Это вы предлагаете клиенту? Мы же тоже понимаем по ценам, по возможностям, по судозаходам. Когда, например, у нас остановился Новороссийск, потому что не согласовывали Google за торм, мы начинали смотреть, чтобы разворачивать на Санкт-Петербург, либо предлагать варианты Дальнего Востока. И в целом здесь всегда у тебя, ты понимаешь, у тебя точки выхода из России, плюс сейчас, повторюсь, мы погранпереходы начали открывать именно для флекситанков. Это уже такая еще одна история, которую можно отправлять. Если мы говорим про другие континенты, естественно, здесь только ЖД плюс море, и здесь уже в зависимости от порта. Откуда у тебя проще, быстрее он будет уходить. Что значит фраза «Мы начали открывать погранпереходы для флекситанков»? Когда это случилось и что это дало рынку? Смотрите, на данный момент в тестовом режиме мы отправляем через погранпереходы поезда во флекситанков, контейнера, в которых мы уже нашли. Какие погранпереходы? Сейчас это Забайкальск-Маджуре, он единственный открыт в тестовом режиме. Два года подряд мы участвовали в нежправительственных встречах Минтранса, нашей РЖД и китайских железных дорог. Два года назад они вроде сказали, да-да, давайте. И с этого года они нам действительно с конца прошлого разрешили это делать. То есть каждый поезд — это как новое событие. А поезд — это сколько условных вагонок? 82. 82 контейнера мы отправляем, у них определенные требования по весу, очень высокие требования по качеству, так как мы производим флекситанки на территории Китая, они у нас аккредитованы по перевозкам по железным дорогам по китайским. Здесь очень-то много собирающихся документов, несмотря, как мы говорим, цифровизация, электронная Россия, электронный Китай. Каждого контейнера порядка 20 фотографий, каждого поэтапно. Это бумаги, бумаги, еще одна бумага, и потом они нам дают добро отправлять. Что это дало нашим потребителям? Естественно, это уменьшает транзитный срок. Вместо 60-80 дней он получает 20. 20 дней из... Ну, мы берем Сибирь, потому что в основном сейчас оттуда у нас идут на Чунцин, через Забайкальск, Маньчжурию. Здесь быстрее оборачиваем из денег, биржа не так играет, когда ты можешь купить сегодня, через 80 дней это уже другая цена в пересчете на тонны. Здесь ты всегда стоишь все в рынке. Поэтому, конечно, здесь удобнее, и нам на данный момент нам по три поезда разрешают в месяц, то есть мы подаем квоты за месяц, на них смотрят, одобряют. Мы тоже вот в режиме... Сейчас у нас готовится из Уфы отправка через погранпереход, из Омска отправка через погранпереход. То есть рынок в этом заинтересован. Мы, конечно, хотим этот положительный опыт тестовый перенести на другие погранпереходы, потому что в целом-то мы и забайкались с Глелым узким горлышком, и он не всегда логичен для отправки из других регионов. А когда говорим о тестово, это вот та самая перевозка ГК «Благо», «Трансконтейнер» и вы, да, то, что вот вы совершили, отправили целый путь? Ну, да, и «Благо» у нас отправляли, и другие партнеры наши из этих регионов, потому что интерес есть. А также мы отправляли и уже насыпные во вкладышах через погранпереходы. Это тоже важно, то есть это тоже каким-то образом стимулирует, открывает рынок? Да, да. То есть оно открывает дороги, потому что для нас это интересует... Нам чем быстрее мы 20-футовые контейнеры привезем и выгрузим, тем быстрее мы их получим домой, скорее всего. Ну, то есть с импортом каким-то они придут. Когда вы говорили про Израиль, тоже любопытно, как вы туда везете? Я понимаю, что вы говорили там про трейдеры, да, там бесконечно потребитель, но все-таки это настолько все разное. Вот тут вот Китай, Индия, вы говорите, открываем, тут африканские страны, а тут вот Израиль. То есть на сколько технологии вообще похожи? Понятно, безопасность, тот же самый «Флекситанк», но все-таки? Сама технология, естественно, очень похожа, потому что, по сути, ничего уникального нет. Здесь может быть требование страны назначения по документу оборота, либо по каким-то там особенностям, подставить там какой-нибудь дополнительный щит, либо балки. Но у нас есть положительный опыт отправки из Нижнекамска поезды до Новороссийска, где было 4 отправителя и 3 страны назначения. То есть он из Нижнекамска дошел одним составом, и потом уже как раз в Китай, в Турцию и в Израиле разошелся уже партиями, которые были по контракту наших клиентов. Для нас это одна нитка, ускоренный вообще промежуток передвижения по железной дороге. Для клиентов это срок, это надежность, все. Мы доставили его в Новороссийск, и потом уже как универсальную тару его расставили по судам. Когда случилась пандемия, то очень многие СМИ заговорили о том, что кого-то она отставит в аутсайдерах, а кто-то выйдет вверх. Это будет некая возможность. Скажите, пожалуйста, как на вас повлияла вся история с COVID-19? Потому что ранее вы сказали такую фразу, что мы в пандемии, наоборот, развивали с той же самой Китайской Народной Республикой, потому что в том же самом погранпереходе контейнеры стояли, Китай предъявлял все большие требования, все несли убытки, при этом образовывались еще большие заторы там, где их и так много. Для вас что это было и как логистика? Она меняется в эти периоды, потому что вы как бы в этой стрессовой ситуации обязаны выдать что-то все равно клиенту и как бы поехать с ним? Ну, так как, еще не забывайте, у нас курс пошатнулся в этой всей ситуации. Естественно, мы работаем с экспортом. Здесь мы были все выигрыши. Ну, вот я говорю про наш сегмент. У нас пошатнулось начало перевозки, потому что все заводы ужесточили наличие мастеров, все должны быть со справками, все уже в экипировке под ковид. То есть вот этот момент, наверное, у нас была какая-то заменка, потому что водители, мастера, наша бригада, они должны были вот этот блок закрыться. И у нас, наверное, было там 3-4 дня, мы не понимали, в каждый уже губернатор по-своему смотрел на эту ситуацию. То есть у тебя не было одного решения, ты ждал. Здесь в Омске так, в Барнауле так, на юге так. И от того, что это все как бы... Потом мы просто вывели максимальную планку, и у нас понимали, что наши будут ходить только так. Здесь была сложность. В остальном у нас снимали как-то с ручки, у нас брали образцы на ковид, контейнер, мы просто начали протирать их спирт. Да, да, да. Это как раз по гранпереходу были. Это было вот такое, как бы тоже, они очень боятся. Плюс флекситан же и вкладыш, где на насыпный груз, они уменьшают ручное прикосновение всех мастеров. И здесь нам дали плюс, потому что здесь все только работает либо насос, либо какой-то зерномет. И человеческого присутствия минимально. То есть чего мы боялись там с ковидом? В один же момент запретили неполитизированный, например, мешкатару. У нас это ушло, перешли на вкладыши. Наоборот. Последнее. На сегодняшний момент, насколько открыт Китай? С точки зрения приемки грузов, сталкивались ли с какими-то проблемами? Нет, я могу сказать, что с грузом нет. У них есть определенный требование к подсолнечному маслу. Какие? Но это история с ГМО, с документооборотом. Это такие, которые идут уже там несколько лет. Это вот всегда будет, наверное, сложно, пока мы не докажем, что у нас нет ГМО, чтобы производство. По приему, нет, конкретно наши грузы, флекситанки и вкладыши, мы не сталкивались, чтобы были какая-то проблематика. Но, возможно, мы очень хорошо готовимся, чтобы их сразу хорошо приняли. Спасибо огромное вам за это интервью. От себя лично пожелаю, чтобы вот тот позитив, который вы нам подарили, все-таки в вашей работе, он тоже вам сопутствовал. Спасибо огромное, Анна. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова